Я родилась в Кривом Роге, родилась накануне войны. Сегодня мне уже исполнилось 78 лет, идет 79-й год. У нас директор школы был Гридин Виктор Михайлович. Он спортсмен был, участник войны. И он понимал, что все же 5-6 уроков просидеть – это большая нагрузка. И мы делали зарядку. Перед началом учебного дня и в середине учебного процесса. В школе мы занимались и с баскетболом. Я, несмотря на то, что близорукий человек, тем не менее волейболом занималась. Вот что делали? Привязывала эти очки, дужки очков, привязывала резинками. И вот так вот играли, потому что это было повальное увлечение. Если ты не увлекаешься, не участвуешь в каком-то спортивном кружке, так ты белая ворона, изгой какой-то. По-другому быть не могу. В институте я стала увлекаться шахматами. До этого я уже умела играть. Получила второй спортивный разряд. Потом, когда работала в тресте, у нас тоже соревнования шахматистов были. Если в первой половине моей жизни, даже не в первой, а в большей половине моей жизни, все это само собой образовывалось, то теперь наступило такое время, когда надо это понимать, знать, что для того, чтобы нормально жизнь, самому себя ощущать, быть нормальным членом общества, нормальным членом семьи, никого не отягощать, надо заниматься собой, надо вести здоровый образ жизни. Для того, чтобы заставить себя, убедить себя, надо, не так кажется, надо, чтобы была цель в жизни. А я вот хочу рассказать свои личные ощущения. Сначала вот идешь заниматься в клуб спортивный. Вот не хочется, вот тягостно. Но в предвкушении того, как тебе будет хорошо, как ты будешь легче двигаться, как у тебя изменится настроение, самочувствие. Вот это вот предвкушение всего этого, оно заставляет преодолеть вот этот негатив, который в тебе есть. После того, как ты позанимаешься, это такая легкость, это такой подъем. Вот еще один момент. У меня сейчас есть проблемы с сахаром. Утром иду на занятия, померяю. Сахар там, к примеру, 6,8. Прихожу после занятия, не ем, сразу померяю. На 2-3 единицы сахар упал. Вот зачем, какой смысл принимать таблетки, если вот наглядно после занятий спортом, после физических нагрузок, самочувствие не только внутреннее, эмоциональное меняется, оно же вот улучшается здоровье вмиг. Ваш насыпь в историю Криворежья неоцененный. О, надо же, как оценили. Завдяки вашим дослідженням и наполегливой праці загублені факты історії міста стали загальновідомими всім. Ну, вот так вот. Вот таке привітання. Вот скажите, разве это не цель, не смысл в жизни? Когда ты так себя понимаешь, и люди тебя так воспринимают, ты обязан довести до конца на то, на что замахнулся. Цель моей жизни – это создать книгу о Криворожье, которая условно называется «Помещичьи имения Криворожья». Это как раз стимул, который движет мной, который говорит о том, чтобы довести это дело до конца, вот задуманную книгу, оставить после себя, ну, вот след какой-то в истории Криворога. Вот это заставляет меня преодолевать, так сказать, и болячки, и невзгоды, и леность, и идти, и заниматься спортом. Я полагаю, что только благодаря активному вот такому образу жизни в спортивном отношении я могу сейчас вот писать книгу, собирать информацию, ходить в путешествия, на экскурсии, водить экскурсии, вести проекты на Рудане. Ведь жизнь, она же стала вот такой разнообразной, многоплановой. И если бы не занятие спортом, я совершенно уверена, я не могла бы так качественно жить. Я призываю своих свестников вести активный образ жизни, не забывать о спорте. Спорт – это здоровье, а здоровье – это качество жизни, это и цель, это и радость твоего бытия, и радость для окружающих.